В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина о главных темах этой недели. Конспирация не помогла. Двое жителей Рязани предстанут перед судом за продажу крупных партий наркотиков через интернет. Новые подробности по делу о расстрельном автомобиле с двумя молодыми людьми. Сегодня интернет заменил абсолютно все. Общение со знакомыми и не очень людьми, почту, банки, магазины и услуги. Двое жителей Рязани тоже оказались продвинутыми пользователями интернета и организовали торговлю синтетическими наркотиками. Материал уголовного дела составили 11 томов. Речь идет об оптовых партиях, разлетавшихся как горячие пирожки по всей территории России. Организатор рассылки подыскивал клиентов и получал предоплату на электронные счета, заведенные на третьих лиц. Для конспирации посылки отправлялись от имени несуществующего юридического лица. Вместе с наркотиками туда помещались упаковки с удобрениями для растений. Объемы реализованного зелия могли измеряться десятками килограммов. Документальные свидетельства нашлись о более чем 230 посылках. Статья, по которой обвиняются фигуранты дела, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Основной участник наркобизнеса был арестован в текущем году, будучи объявленным в федеральный розыск. Ранее мужчина владел магазином по продаже курительных смесей. После запрета на их оборот в начале 2011 года продолжил ими торговать, но уже нелегально. По оперативным данным, наркотики поступали из Китая. Близкие погибших исследователи до сих пор ломают голову над вопросом, кто мог расстрелять автомобиль с молодыми людьми. Напомню, ЧП произошло на конечной остановке в Дягилево. В день трагедии на пульт скорой медицинской помощи поступило сообщение об избиении, но приехавшие медики увидели совсем другую картину. На пятачке остановки стоял автомобиль, фары и двигатель все еще работали, но на корпусе и стеклах зияли дыры от пуль. Один из пассажиров был уже мертв, второй серьезно ранен. С врачами общался, назвал свою фамилию, имя отчества, дату рождения. Молодой человек ничего конкретного сообщить не мог, то есть пояснил, что ничего не помнит, почувствовал в какой-то момент резкую боль. Также он сказал, что с ним в машине находится его друг. Медики боролись за жизнь потерпевшего, но раны оказались несовместимы с жизнью. Он скончался в больнице. Знакомые и близкие молодых людей пока не дали никаких существенных зацепок следствию. Они не представляют, кто и за что мог отомстить погибшим, да еще и не боясь быть замеченным. В интернете промелькнула новость, что автомобили расстреляли с нескольких сторон из разного оружия. И эту версию следователи пока никак не комментируют, ссылаясь как раз на проведение соответствующих экспертиз. Наверное, есть в этом доля цинизма, но чем бесполезнее жизнь, тем глупее причины смерти. 6 декабря в селе Путятино в доме обнаружили труп взрослого мужчины, 42-го года рождения. Практически по горячим следам был установлен и предполагаемый виновник, на 7 лет моложе погибшего. Собутыльники поругались из-за обыкновенного мешка картошки. Подозреваемый свое уже продал и уговаривал погибшего сделать то же самое, чтобы выручить деньги на алкоголь. Отрицательный ответ гостю не понравился и он схватился за нож. Известно, что мужчина – житель того же Путятинского района, нигде не работал и уже был судим ранее. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства по ходатайству следователя. Судом в отношении него избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В следующей истории сразу и не разберешь, кто потерпевший, кто пострадавший. Все участники событий вели примерно один и тот же образ жизни. Но при этом позволяли делать друг другу замечания по поводу поведения и отсутствия интересов. Громкую полемику иногда видели прихожане Преображенского храма. Все лица, фигуранты по уголовному делу, с учетом того, что они вели аморальный образ жизни, нигде не работали, спиртным злоупотребляли, неоднократно посещали данный храм, а вернее территорию, где просили подаяния, находясь за пределами этого здания, на территории. Началось все с того, что опять же в одной из квартир нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Он погиб от удара ножом в грудь. Главной подозреваемой оказалась 19-летняя соседка, тоже не работающая и выпивающая, как и вся компания. Во время застолья погибший оскорбил одну из прихожанок, который убирает территорию храма. Девушка якобы заступилась, намекая на аморальное поведение самого мужчины. Конфликт вроде уладили, но есть сведения, что погибший предложил закрепить примирение постелью. Девушка разозлилась. Когда стало понятно, что произошло, вся компания дружно скрылась с места происшествия. Хочется верить, что протрезвев, люди все-таки понимают серьезность своих поступков. Доктор Смерть. Такое прозвище получил немецкий врач Ариберт Хаймель, который во время Второй мировой войны проводил опыты над заключенными концлагеря Маутхаузен. Через 40 лет такую же кличку получит Василий Кулик, врач скорой помощи. Вот только вместо помощи он приносил своим пациентам смерть. В начале 80-х годов по Иркутску прокатилась волна жестоких преступлений. В городе то и дело находили убитых и изнасилованных детей в возрасте примерно до 12 лет. Их расследование поручили одному из лучших следователей, другу Дмитрия Плоткина Николаю Китаеву. Народ информировал. Люди кругом уже боялись отпускать детей куда-то на улицу. Пожилые люди боялись кого-то пускать домой. Все были предложены. И тем не менее эти преступления продолжались. Ощущение страха длилось ровно два года. Позже следователи узнают страшную тайну. Маньяк несколько лет насиловал и убивал пожилых старушек. И если бы не переключил свое внимание на детей, то мог и дальше абсолютно безнаказанно удовлетворять свои чудовищные потребности. Ни у кого не возникла мысль, что старушка 80 лет, немощная, которая еле двигаться, может быть, изнасилована. Тем более насиловал он часто вообще в извращенной форме. И у экспертов, патолога, анатомов не возникала какая-то мысль, что такое может быть. А ведь посадить преступника или, по крайней мере, взять на вооружение могли давно. Однажды одна из старушек все же пожаловалась на непристойное поведение санитара. Но молодой обаятельный доктор, а кулик и правда обладал особой харизмой, смело заявил. Он оказывал бабушке помощь, то, видимо, что-то почудилось от болезненного укола. Да и окружение доктора оказалось на его стороне. Жена, хоть и не была избалована вниманием мужа, относилась к нему уважительно. Всегда считала своего мужа очень порядочным, хорошим, добрым человеком. Говорила, что он очень добрый человек, он помогает людям. А ведь она первая могла догадаться о его нечеловеческих наклонностях. Пятилетний ребенок Василий Кулика как-то маме пожаловался, что папа что-то все от меня хочет. Но мать этому не поверила и посчитала, что это просто домысл ребенка. Преступник выдал себя в свой же юбилей. Он готовился отметить 30-летие. Семья резала салаты, накрывала на стол. И тут жена попросила его искупать одного из сыновей. Кулик прекрасно понимал. Сделай он что-то подобное со своим сыном, с руки ему это не сойдет. И маньяк под предлогом сходить за хлебом буквально выскочил на улицу. Женщины, находясь в столовой, увидели, как мужчина, вроде бы не старый, интеллиентный такой, в очках, тащит из столовой куда-то мальчика лет где-то 9-10. Тот упирается. Их это заинтересовало. И они потихоньку пошли в ту сторону, куда мужчина тащил мальчика. А он его затащил на новостройку. К тому моменту жертвы убийцы исчислялись уже десятками. Но даже когда кулик был пойман практически с поличным, он продолжал все отрицать. Твердил, что ребенку стало плохо, и он, как профессиональный доктор, был вынужден раздеть мальчика и оказывал ему помощь. Работал профессионально здесь. Он понимал, какие следы остаются после совершения преступления. Ну, практически работал он в перчатках. Выяснилось, что будущий серийный убийца Василий Кулик родился 17 января 1956 года в Иркутске. И, что удивительно, в роддоме уже знали – на свет появится дьявол. Родился как бы в такой интеллигентной семье, но отцу было уже больше 50, матери было уже больше 40 лет, у них двое детей в семье было. И они решили родить третьего. Ну, соответственно, какие-то заболевания к этому времени уже были. И что повлияло на то, что родился такой ребенок, трудно сказать. Но когда мать собиралась рожать, то врачи отговаривали. И одна из врачей сказала, что у вас тот существ, который родится, оно, можно сказать, не будет полноценным человеком. Только представьте, роды продолжались неделю. Мы этого ребенка не купали, вспоминала позже его мать. Только в 6 месяцев ребенок, которого мы назвали Васей, стал походить на новорожденного. До двух лет мать практически не подходила к малышу. Нянчился отец. С года Васю отдали в ясли. С этого возраста до трех лет он каждую ночь не спал. Дальше биография всех серийных убийц схожа, как две капли воды. Проблемы со сверстниками, обиды на весь мир, злоба на каждого, кто посмотрел не так. А в 80-м году в Центральном парке Иркутска кулика очень сильно избили хулиганы. Маньяк получил травму головы и долго лежал в больнице. Многие до сих пор уверены, это и обострило его нечеловеческие потребности. У него было в свое время много любовниц, порядка 20 любовниц. Но вот настал момент, когда те женщины его в сексуальном плане перестали устраивать. И однажды, когда он вот купал, у него он женился, у него тоже двое детей было. И он, когда купал своего сына, то у него возникло влечение голому телу ребенка. Первые эксперименты с насилием над женщинами были еще в мединституте. Кулик смешивал лекарства, подсыпал их, например, в бокал с вином, и потом жертвы, даже придя в себя, не могли толком понять, что же с ними случилось. С детьми было еще проще. Конфета, шоколад, мороженое.